Девочка-пай Беларусь, она всегда рядом, так как мы соседи. И натурально, что мы смотрим в сторону друг друга все время. Но как-то так получилось, что я всю жизнь, в принципе, был только проездом. Минск видел только с окна поезда, в принципе. И вот в прошлом году это был первый раз для меня, когда я посетил вашу столицу. Так как в ней проходили дни уличной музыки, инициатором которых являюсь я здесь, в Литве. И в качестве гостя меня туда к вам пригласили. Моё впечатление, в принципе, первое, которое я получил, мне очень понравились все молодые люди, которые я встретил у вас в Минске. И они мне показались очень такие дружественные. В принципе, очень легко завести разговор на улице. Как-то коммуникабельность очень такая большая. То есть мы как-то... Я все время чувствовал, что я могу с любым человеком на улице заговорить, и у нас получится разговор. Такое было чувство. Я не знаю, есть ли так на самом деле, но... Но это чувство было очень приятно, и... И оно, наверное, такое главное, которое у меня осталось. Это... Для меня сейчас, в данный момент, Беларусь это страна, в которой живут дружеские люди. Люди в каждой стране, они... Они как-то, я думаю, что... Если им не нравится, они подходят к тому моменту, когда они уже решаются это менять. Если они все еще не решаются менять, значит, они еще не подошли к этому моменту. Значит, еще не... То есть, ну, как... Эта чаша не переполнена. Насчет искусства, оно... Это всегда такой очень спорный вопрос. Я думаю, что часть искусства должно... Должно быть где-то в андерграунде. Это в любой стране. Часть... В принципе, так всегда и бывает, что часть музыкантов, или художников, или писателей, они бывают, ну, на... На такой, на... В этом, в мейнстриме какой-то... Их принимают, и их не запрещают. И всегда есть какие-то, которые... Которые... Противятся системе, критикуют ее, критикуют достаточно жестко. И я думаю, что и те, и другие должны быть. То, что я могу пожелать любому человеку, молодому, конечно, человеку, не бояться того, быть тем, кем ты есть на самом деле. Мы иногда пытаемся быть каким-то... Кем-то, кем нас хотят видеть. И мы выбираем там иногда профессию, потому что, ну, это там как-то престижно. Или это как-то обещает хорошее будущее тебе. Все-таки нужно делать то, что ты чувствуешь, что вот это твое. И в любом плане, в любом жизненном плане, в политическом, в каком хотите, в экономическом, в культурном, в любом. Просто хочется, чтобы человек жил своей жизнью, не повторял чью-то жизнь. Или не шел по кем-то придуманной дорожке. Как говорят, лучше... Лучше идти по непройденному пути, оставить свой след на нем, чем и идти по дороге, по которой шли все, и твоих следов на ней видно не будет. Редактор субтитров А.Семкин